Как и прежде, предоставив декларацию 3НДФЛ, должны физические лица, которые имели в собственности объекта недвижимости, транспортные средства меньше минимального срока использования. Напомним, что для квартир и домов это 5 лет, за исключением имущества, подаренного от близких родственников, полученного по наследству, либо по договору приватизации. Здесь срок 3 года. В отношении транспортных средств ничего не изменилось. Необходимо подать декларацию, если проданное авто было в собственности менее 3 лет. Не первый год действует правило, что при определении налоговой базы, надо сказать так, по объектам недвижимости, приобретенным после 1 января 2016 и реализованным в последующих периодах, налоговую базу надо определять, исходя из кадастровой стоимости объекта. То есть нужно очень внимательно отнесись к тому, когда заключается договор купли-продажи и в органах Росреестра брать сведения о кадастровой стоимости. В случае, если 70% кадастровой стоимости, определенной на 1 января года, когда продается этот объект недвижимости, превышает договорную стоимость, то налоговой базой будет являться именно 70% кадастровой стоимости. Например, квартира была приобретена, например, в октябре 2016 года. Продают ее, например, в 2019 году. Утрировано за миллион рублей. Проверяя свою 70% кадастровой стоимости, например, получается 1 миллион 200. В данном случае кадастровая стоимость превышает договорную, вернее, 70% ее превышает и, соответственно, налоговой базой будет 1 миллион 200. Но при этом, возможно, воспользоваться стандартным вычетом миллион, в данном случае налоговой базой будет являться 200 тысяч. Ну и, соответственно, сумма налога 26 тысяч. В случае, если договорная стоимость выше, чем 70% кадастровой стоимости, тогда расчет налога производится от договорной стоимости. Стандартный вычет по объектам недвижимости – 1 миллион рублей. Все, что выше, облагается налогом. По транспорту и другому имуществу – это 250 тысяч. Напомним, что отчитаться о доходах также обязаны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой и адвокаты. Подать декларацию должны и те, кто получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. Подать декларацию можно различными способами, начиная от бумажного носителя, заканчивая заполнением декларации в личном кабинете физического лица налогоплательщиков. Для этого надо подойти к нам, один раз подключиться, получить логин и пароль и, собственно, уже сидя дома заполнять эту декларацию. Преимущество заполнения декларации в электронном виде как в личном кабинете физического лица, так и на сайте налог.ру – это то, что машина автоматически проверяет правильность ее заполнения. Далее она формирует эту декларацию в принципе, и личный кабинет позволяет и отправить ее, так скажем, не посещая налоговый орган. И там же отслеживается ход камеральной проверки. Если вопросов нет, камеральная проверка закрывается без, так скажем, нарушений. Если какие-то вопросы возникают, то опять же через личный кабинет происходит общение с налогоплательщиком, уже с сотрудниками камеральных отделов. Для удобства налогоплательщиков налоговая инспекция проводит Дни открытых дверей, во время которых специалисты помогут заполнить документы и завести личный кабинет в интернете. В этом году Дни открытых дверей пройдут 23 и 24 марта, а также 24 и 25 апреля. В 2020 декларацию по форме 3НДФЛ должны подать порядка 4000 налогоплательщиков. На сегодняшний день 87% это уже сделали. Галина Ильина, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.